Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 7 июня 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 835 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Вчера, 6 июня, Швеция отмечала национальный праздник национальный день Швеции на Хюнальдаген. В Нормандии отмечают 80-ю годовщину важнейшей операции Второй мировой войны. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов во время встречи с Владимиром Зеленским на полях торжеств Нормандии. Франция передаст Украине истребители Мираж 2005, о чем давно говорилось. Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку Киев выполнил четыре дополнительных шага реформы, необходимых для начала переговоров и продолжает работу по присоединению к блоку. Число погибших в Украине мирных жителей в прошлом месяце резко возросло на фоне русских ударов по Харькову, сообщило Управление ООН по правам человека. США обеспокоены ударами украинских сил по российским радиолокационным станциям, которые являются частью системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Что такое хорошо и что такое плохо? На эту же тему реплика Виталия Гинсбурга о том, что на Западе никто не умеет считывать сигналы. Новости добровольческих подразделений, воюющих против путинского режима. Русский добровольческий корпус, Легион свободы России, Сибирский батальон, полк Кастуся Калиновского. Хроника репрессий в России. На суде над Евгений Беркович и Светланы Петричук в их защиту свидетельствовали актеры Вениамин Смехов и Ксения Рапопорт. Семь причин поддержать идею независимой Ингрии. Из цикла публикации движения «Свободная Ингрия» причина пятая. Независимой Ингрии будет быстро расти уровень жизни. Исторический календарь. 7 июня 1703 года петровские войска захватили крепость Копория, которая почти целый век принадлежала Швеции. Путин сделал шаг к глобальной войне, оружие в обмен на неприятности. В продолжении нашей программы мы предложим вашему вниманию стрим на канале «Пастуховская кухня» с участием Владимира и Бориса Пастуховых. Вчера наша страна отмечала свой национальный праздник – Национальный день Швеции Нейхональдаген. Главный атрибут праздника, конечно, это шведский флаг. Самые ранние упоминания желто-синего шведского флага относятся к 16 веку. История его создания точно неизвестна, но считается, что он был создан по образцу датского флага. От цвета шведского флага были взяты с герба Швеции, на котором изображены три золотые короны на синем фоне. Существует также мнение, что эти цвета восходят к кресту Ирика IX, явившегося крестоносцем на небе над языческой Финляндии в 1157 году. День шведского флага стали отмечать 6 июня в 1916 году. В 1983 этот день стал официальным Национальным днем Швеции. С 2005 года это официальный выходной день. Почему именно 6 июня? Эта дата связана с двумя важными событиями в истории Швеции. Во-первых, избранием Густава Васса королем 6 июня 1523 года, что стало основой для независимого шведского государства и принятием новой шведской конституции 6 июня 1809 года и установлением нынешней правящей королевской династии. Дата выбрана в честь коронации Густава Васса в 1523 году, путь которой был труден и тернист. Лишившийся отца во время стокгольмской кровавой бани юный дворянин Густав был отправлен в числе заложников ко двору датского короля Кристиана II, называемого в Швеции также крестьянным тираном, однако сумел бежать сначала в Любик, а потом в родную Даларну, где прошел около 90 километров на лыжах, спасаясь от датских охранников. Теперь этот маршрут является знаменитой шведской лыжной гонкой Васса-Лопет. В декабре 1520 года юный дворянин проявил недюжинные ораторские способности и поднял Кристиан Даларны на антидатское восстание, которое уже в следующем году разрослось, как лесной пожар. Густав двинулся к Стокгольму. По дороге в Ватстене представители сословий поклялись ему в верности, как главе и ланцхеру всей Швеции. Получив значительную помощь из Любика, Густав начал осаду Стокгольма. Город сдался ему 20 июня 1523 года, но еще раньше, 6 июня, Густав Васса был избран королем Швеции, Кальмарская уния перестала существовать. Так родилось королевство Швеции в том виде, в котором мы знаем его, и по сегодняшний день. Всех причастных поздравляем с прошедшим национальным праздником Швеции. Нашу сегодняшнюю программу завершит исполнение национального гимна Швеции Дугамла Дуфрия, который был написан в 1844 году Рихардом Дюбиком на древнюю мелодию из правительства Вестманланд. В отличие от многих гимнов, Дугамла Дуфрия стала гимном не в результате какого-то политического решения, а укоренилась в сознании шведов как национальный гимн постепенно, став в конце 19 века очень популярной. Считается, что не последнюю роль в этом сыграл эпизод на одном из празднований по случаю Дня шведского флага, когда король Оскар II во время исполнения оркестром этой мелодии поднялся со своего места. В Нормандии отмечают в 50-ю годовщину важнейшей операции Второй мировой войны. В четверг Европа отмечала 80-летнюю годовщину высадки союзников в Нормандии, одной из самых важных операций Второй мировой войны, положившей начало освобождения многих европейских стран от нацистской оккупации. 6 июня 1944 года британские, американские и канадские войска высадились на побережье на севере Франции. Этот день называют День Де, D-Day по-английски. В церемониях, которые проходят на месте высадки, приняли участие лидеры США, Франции, Великобритании и Канады. Там находился британский король Карл III. В торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Торжества начались на расцвете вчерашнего дня. Реконструкторы высадки и зрители собрались на пляже Голд-Бич, одном из пяти основных секторов высадки войск в 1944 году. Высадка в Нормандии была первым этапом операции «Оверлорд» – вторжение в оккупированную нацистами Европу с целью положить конец Второй мировой войне. Она стала крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией, в которой приняли участие около 150 тысяч британских, канадских и американских военных. Ветерану Королевских военно-воздушных сил Великобритании Бернаду Моргану сто лет, и он тоже принимал участие в Нормандии в памятных мероприятиях Британского Королевского легиона. Представлять Британию на юбилейных празднованиях Ди-Деи приехали король Карл III, королева Камила, принц Уэльский Уильям, премьер-министр страны Риши Сунак и лидер оппозиции Кирс Тармейер. Встретили высоких гостей президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит. Король Карл III возражал венок на мемориале британских военных в Нормандии. Отдельные мемориалы есть на французском побережье у военнослужащих США и Канады, сыгравших ключевую роль вместе с британцами в открытии Второго фронта. Соединенные Штаты Америки на празднованиях во Франции представлял президент Джо Байден, супругой Джилл Канаду премьер-министр Джастин Трюдо. Десант канадских парашютистов возле деревни Курсёль-Сюр-Мэр, где расположено крупнейшее кладбище военнослужащих из Канады, стал частью торжеств. К концу дня 6 июня 1944 года союзникам удалось закрепиться на территории Франции. Менее чем через год нацистская Германия капитулировала. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях торжеств Нормандии объявил о новом пакете военной помощи Украине на 225 миллионов долларов. По данным телеканала CNN, президент США сообщил об этом во время встречи с Париже с президентом Украины, извинившись перед ним за задержки с принятием пакета американской помощи Киеву в Конгрессе США в начале этого года. «Я прошу прощения за те недели непонимания того, что будет принято в плане финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта об этих средствах из-за некоторых наших очень консервативных членов, которые препятствовали его принятию, но мы добились своего», — сказал Байден. Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву боеприпасы за РСО «Хаймарс», «Гаубицы», бронированные транспортные средства, патрульные катера, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», противотанковые грандометы АТ-4, ракеты для ЗРК «Хок». Все это будет передано с военных складов США. Франция передает Украине истребители «Мираж-2005», о которых давно говорилось. Решение Франции передать Украине истребители «Мираж» не стало большим сюрпризом. Возможность передачи французских самолетов опознуждалась еще в начале 2023 года. Правда, тогда в комментариях официальных лиц сфигурировал истребитель «Рафаэль». В феврале 2024 года Владимир Зеленский сказал, что переговоры о возможности получения «Киевом Миражей» ведутся. Говоря о готовности передать Украине самолеты, президент Франции Эммануэль Макрон назвал в этот раз конкретную марку «Мираж-2005». Это довольно неожиданно, поскольку многие военные эксперты, которые обсуждали перспективы такой помощи, говорили, что украинским ВВС были бы гораздо полезны самолеты модификации «Мираж-2000D», которые предназначены для ударов по наземным целям. «Мираж-2005F» предназначен скорее для ведения воздушных боев, удары по земле не его спецификация, однако вооруженные силы Украины сейчас испытывают нехватку всех боевых самолетов, поэтому любая помощь будет для них кстати. Во Франции имеется 26 истребителей «Мираж-2005F». «Ф» означает, что самолеты были сделаны непосредственно для французских ВВС. Кроме того, во французском аэропарке есть 65 ударных «Мираж-2000D». Нельзя исключать того, что «Мираж-2005F» не могут применять высокоточные французские ракеты «Скальп» или авиабомбы «СМ-Хаммер», которые Франция поставляет в СУ. Правда, в СУ научились применять «Скальп» на старых советских бомбардировщиках Су-24, а родной брат «Мираж-2005F» истребитель «Мираж-2000D» может использовать все эти авиационные вооружения. Поэтому потенциальная возможность научить французские истребители использовать французское же оружие есть. «Мираж-2005F» — глубокая модернизация истребителя 1983 годов. Истребитель получил усовершенствованный радар, новую авионику, кабину с цифровыми дисплеями. У него 9 точек подвески и вооружения, и он способен нанести 6,3 тонны полезной нагрузки. Во Франции также есть возможность готовить украинских летчиков. Кроме того, «Миражи» поставлялись во многие страны, поэтому у Франции есть налаженная система поддержки и снабжения своих самолетов за рубежами. Но самое главное в этих самолетах то, что они есть. Вооруженным силам Украины не приходится выбирать, а общая численность боевых самолетов важна не меньше, чем то, насколько они современны. Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку Киев выполнил 4 дополнительных шага реформы, необходимых для начала переговоров, и продолжает работу по присоединению к блоку. «Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг. Начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Как сообщает Интерфакс Украина, сошел ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, Европейская комиссия дала положительную оценку в выполнении Украины требований, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По словам собеседника издания, за этим последует обсуждение с государственными членами Евросоюза, в ходе которого против принятия решения о начале переговоров о принятии Украины в ЕС может выступить Венгрия, аргументируя это нерешенностью вопроса о национальных меньшинствах, о чем уже неоднократно упоминалось. Financial Times писала, что Еврокомиссия хочет уже в июне начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, чтобы успеть до перехода председательства в Евросоюзе к Венгрии, руководству которой пытается саботировать помощь Украине. Киев подал официальную заявку на вступление в ЕС сразу после полномасштабного вторжения в России в 2022 году. И уже в начале лета Украина и Молдова получили от ЕС официальный статус стран-кандидатов на приемы в Евросоюз. Число погибших в Украине мирных жителей в прошлом месяце резко возросло, сообщает Управление ООН по правам человека. Число погибших в Украине мирных жителей в прошлом месяце резко возросло до 174 человек, что стало самым высоким показателем на фоне увеличения ракетных и бомбовых ударов российской армии по Харькову и населенным пунктам вокруг него, сообщило сегодня Управление ООН по правам человека. В мае число погибших мирных жителей Украины выросло на 31% по сравнению с апрелем, достигнув самого высокого показателя с июня 2023 года, согласно данным миссии ООН по наблюдению за подблюдением прав человека в Украине. США обеспокоены ударами украинских сил по российским радиолокационным станциям, которые являются частью системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источник. Опасения Вашингтона переданы Киеву, пишет газета. По словам собеседника издания, атаки на российские системы ядерного предупреждения о ядерных запусках могут иметь дестабилизирующий эффект. Россия не использует эти объекты в войне против Украины, а их поражение может навредить стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой. Для всех должно быть очевидно, что у США нет никакого намерения применять ядерное оружие против России. Но, безусловно, есть опасения по поводу того, как Россия может воспринять, что ее сдерживающие возможности становятся мишенью. А системы раннего предупреждения подвергаются атаке, сказал американский чиновник на условиях анонимности. Система раннего предупреждения о ракетном ударе относится к ядерной инфраструктуре России, и, согласно российской военной доктрине, любой удар по ней может рассматриваться как достаточный повод для нанесения ядерного удара. В Кремле пока никак не отреагировали на удар по РЛС в Армавире в Краснодарском крае и попытку атаковать такой же радар в Орске Оренбургской области. После украинской атаки на российский аэродром стратегической авиации «Энгелес-2» под Саратовом, Россия в свое время предстановила участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений с НВ-3. 22 мая украинские беспилотники атаковали воинскую часть поселка Глубокий под Армавиром, повредив две радиолокационные станции «Воронеж-ДМ». Причем все это произошло во время российских учений по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. 26 мая по неподтвержденным данным еще один дрон пытался поразить являющуюся частью российской системы раннего предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-М» под Орском на границе с Казахстаном. Утверждается, что атаки на объекты российской системы предупреждения о ракетном нападении провело Главное управление разведки и Минобороны Украины. Что такое хорошо и что такое плохо? На эту тему слушайте реплику Виталия Гинсбурга. Нет на Западе хороших семиотиков. Некому считывать сигналы, посылаемые из Москвы. Что такое хорошо и что такое плохо? Я хотел написать этот текст 27 мая, сразу после удара вооруженных сил Украины по радиолокационной станции Ворске. Но передумал, чтобы не испытывать чувства полезных и бесполезных идиотов, полагающих, что лучший метод управления – непринятие решений и из боязни повредить Украине. Но раз Вашингтон-Пост со ссылкой на источники уже затронуло эту тему, то молчать нет смысла. Вооруженные силы Украины в течение нескольких дней нанесли два удара по российским станциям дальнего радиолокационного обнаружения – в Армавире и Орске. То, что ВСУ демонстрирует свои все более возрастающие способности наносить чувствительные удары в глубине России и при этом своим, а не западным оружием – это хорошо. Тем более бессмысленно в таком случае говорить об ограничениях. Я уже не говорю о гарантиях для Украины, связанных с отказом от ядерного оружия. С этой точки зрения Украина поступает абсолютно правильно. Более того, эти удары демонстрируют приверженность Украины международному праву, профессионализм украинских военных и так далее. ВСУ не бьет пожилым домам или больницам, как это делает Россия. Что же в таком случае плохо? Самое плохое – это уровень аналитики и экспертизы. Ссылки на российскую военную доктрину в данном случае абсолютно неуместны. Даже Москва оказалась умнее и не отреагировала на это. Военная доктрина государства – это декларация ответственных политиков, а не безответственных бандитов. Они пытаются подвести под военную доктрину все, что угодно. Красные линии, личные интересы, историю в собственном понимании, границы, которые нигде не заканчиваются, и даже монатки, которые следует собрать. Нельзя же это воспринимать всерьез. Тем более, что Запад уже сказал свое слово по этому поводу. И тем более, что ОПГ Кремль – это даже не идейные борцы за денежные знаки, а простые налетчики, которые хотят воспользоваться своей добычей, а не сгореть в ядерном пламени за воровскую идею. Если же говорить об экспертизе, связанной с этим инцидентом, то куда важнее другое обстоятельство, которое не привлекло внимание этих экспертов. Это состояние российской ядерной инфраструктуры. Почему она столь уязвима? Ведь РЛС в Орске только в этом году уже имела проблемы в период наводнения. Именно это следует анализировать в первую очередь. Задача ядерной инфраструктуры состоит прежде всего в предотвращении инцидентов с ядерным оружием. В этой связи примечателен инцидент более чем 40-летней давности, когда подполковник Станислав Петров предотвратил крайне опасную ситуацию, связанную со сбоем спутникового компонента предупреждения о ракетном нападении. Это при том, что тогда инфраструктура лучше финансировалась, лучше охранялась, и уровень подготовки специалистов был на порядок выше. Сегодня в этом нет никакой уверенности, как и в том, что есть такие люди, как подполковник Станислав Петров. Я вспоминаю свою встречу в 2012 или 2013 годах с неким Сергеем Федоровичем Боевым, который в то время руководил строительством станции Воронеж, а сейчас является одним из акционеров АФК-системы. Несмотря на то, что в то время, если верить официальным данным, эти станции уже находились в эксплуатации и состояли на боевом дежурстве, предметом переговоров было создание отказоустойчивой системы питания, что в таком случае эксплуатировалось. И, наконец, Запад тем, что он не определился в стратегии по отношению к Украине и затягивает войну, усугубляет не риск эскалации со стороны российского руководства, Дмитрий Медведев с его тяжкими похмельями не в счет, а риск деградации всей российской военной и не только военной инфраструктуры. Противоречивые сигналы, посылаемые из Москвы, а также характер войны, в которой Россия может лишь убивать мирных жителей в Харькове, свидетельствуют именно об этом. А аналитика и экспертиза, о которых мы говорим, свидетельствуют лишь о том, что эти сигналы на Западе никто не умеет считывать. Именно это и есть очень плохо. Это была реплика Виталия Гинсбурга. Новости добровольческих подразделений, воюющих против путинского режима. Легион Свобода России выложил боевую сводку за май 2024 года с подробностями по потерям противника. Выпущено новое видео в рамках проекта «Хочу жить» со штурмовиком с позывным «Локи». Русский добровольческий корпус объявил срочный сбор на автомобиль для группы разведки. Подробностями военной работы поделились в новых видео начальник штаба РДК Александр Фортуна и штурмовик «Марч». Пол Кастусе Калиновского поделился разговором с бойцом с позывным «Марка» о работе военных автомехаников. В каждом канале есть ссылки на раздел с финансовой помощью подразделениям «Война – это дорого». Бойцы будут рады вашим донатам. Репост сообщения со ссылками на упомянутые ресурсы добровольческих подразделений можно найти в телеграм-канале нашего радио. Хроника репрессий в России Суд над Евгением Берковичей и Светланой Петричук. В их защиту свидетельствовали актеры Вениамин Смехов и Ксения Рапопорт. На сегодняшнем заседании суда по делу Евгения Берковича и Светланы Петричук продолжали допрашивать свидетелей. Режиссерку и драматургию судят по обвинению в оправдании терроризма. Но поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о россиянках, выходящих замуж за радикальных исламистов и в надежде на счастливую семейную жизнь, уезжающую с ними в Сирию и в исламское государство. Защита настаивает, что спектакль не оправдывает террористов, а показывает, как жестоко обмануты были чаяния женщин найти любовь в исламском государстве. Репортаж из зала суда вела Медиазона. Сначала выступил свидетель обвинения и оперативник Роман Лисуков. Именно он составил рапорты о спектакле в Центр-Э. Рапорты он составлял по видеозаписи спектакля, который принес в полицию некий гражданин. «Име этого человека не разглашают, говорится, что он очень боится за свою безопасность», — сказал Лисуков, пояснив, что ИГИЛ — это огромная террористическая организация и страх оправдан. Защита пыталась выяснить у Лисукова, когда началась оперативная разработка спектакля. Настоящей причиной преследования их станов и сторонники считают антивоенную позицию Евгения Берковича, а не донос на пьесу, которая была поставлена еще до войны. Выяснилось, что за полгода до того, как в полицию принесли это самое видео спектакля, Центр-Э посылал запрос организаторам премии «Золотая маска» об этом спектакле. Оперативник отказался назвать дату начала оперативной разработки. Со стороны защиты в суд приходил известный актер Венемин Смехов. Он наставил, что смысл спектакля — это предупреждение молодых девушек об опасности, и что опытный театральный зритель понимает метафору. Прокурор допытывался у Смехова, какой спектакль с его участием номинировался на «Золотую маску». Это был спектакль Ивана Верыпаева, который в России заочно осудили за военные фейки. Второй свидетель защиты акриса Ксения Рапопорт назвала спектакль терапевтической прививкой и сказала, что хотел бы показать его дочери, чтобы предостеречь от опасных знакомств. Свободу Евгении Беркович и Светлане Петричук, свободу политзаключенным в России. Семь причин поддержать идею независимой Ингрии из стыка публикаций движения «Свободная Ингрия». Причина пятая — в независимой Ингрии будет быстро расти уровень жизни. Санкт-Петербург и регион имеют чрезвычайно выгодное географическое положение. Еще тысячу лет назад Нева была важнейшей артерией, через которую шла торговля между Востоком и Западом. И в 21 веке регион остается связующим логистическим хабом, через который будут идти потоки грузов из Европы на Восток и обратно. Будущим, например, таким регионам, как независимая Башкирия и Татарстан, выгоднее всего будет поставлять на Запад нефть и газ через Ингрию. Причем безо всякого посредничества Москвы. Санкт-Петербург — очень интеллектуальный и производственный центр. Здесь проживают десятки тысяч специалистов в самых разных сферах, в том числе в области современных инноваций и технологий. Образованные и воспитанные в европейском духе люди — это главный потенциал Ингрии. Этот бесценный ресурс быстро поможет региону войти в число передовых государств мира. Опыт соседней Эстонии, где, как и в Ингрии, нет запасов нефти, угля и газа, а климат сравним с Ингерманландским, показывает, что в короткий срок можно добиться впечатляющих результатов в экономике, если вести разумную инвестиционную политику. Для сравнения, средний размер пенсии в Эстонии в настоящее время примерно в три раза выше, чем в России. В случае обретения независимости Ингерманландия будет избавлена от обязанности содержать за счет своих доходов убыточные имперские территории. Кроме того, не придется отдавать свою прибыль на нужды и авантюры кремлевских правителей. Будем признательны за репосты, говорится в сообщении в телеграм-канале «Движение свободное Ингрия», «Ингрия без границ». Репост этого текста мы приводим в телеграм-канале нашего радио. Исторический календарь 7 июня 1703 года петровские войска захватили крепость Копорья, которая почти целый век принадлежала Швеции. Таким образом, восточная Ингерманландия, вплоть до реки Наровы, за исключением Ивангорода, оказалась под полным контролем русской армии. Старинную новгородскую крепость защищал небольшой шведский гарнизон. Портификационные сооружения Копорья оставались почти без изменений со времен Средневековья. На их реконструкцию и модернизацию у Стокгольма не хватало средств. Не имелось ни бастионов, ни серьезного артиллерийского парка. Выдержать положительную осаду шведы не могли. Для захвата Копорья Петр направил отряд из 4000 солдат во главе с фельдмаршалом Борисом Шереметьевым. Почти сразу после начала бомбардировки крепости начались переговоры об условиях сдачи. Интересно, что командовал ротмистрами этнический русский ротмистр Василий Григорьевич Ополев. В итоге он добился капитуляции на почетных условиях. Шведы уходили в сторону Нарвы с оружием и знаменами. За короткий период петровские войска смогли захватить в Ингрии сразу несколько крепостей. Нот и Бург, он же Орешек, Ниншанс, Ямбург и Копорья. Ну, король Швеции Карл XII, помня о феноменальной победе под Нарвой в 1700 году, не считал армию Москвы серьезным противником. Свои главные силы шведский король направил на борьбу с Курфюстом Саксонии в этот момент. Эта недальновидность в конце концов обернулась для Швеции поражением в Северной войне, утратой не только Ингерманландии, но также Истляндии, Курляндии, Лифляндии, Карельского перешейка, потери гегемонии в регионе Балтийского моря. Путин сделал шаг к глобальной войне. Оружие в обмен на неприятности. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию стрим на канале Пастуховская кухня с участием Владимира и Бориса Пастуховых. Давай начнем с пары самых острых замечаний. Путин заявил, что в ответ на поставки Западом высокоточного оружия Украине он считает, что Россия имеет право и может поставлять высокоточное оружие в другие точки мира, которые являются проблемными для Запада и которые позволят наносить удары врагам Запада по чувствительным объектам НАТО и союзникам. На мой взгляд, звучит как поставки Йемену, звучит как поставки, возможно, Ирану, звучит как поставки иранским прокси, возможно, даже террористам. В общем, всем тем, кто находится в западном состоянии войны. В той же степени. Это вроде бы не новая практика, но доселе никогда не обсуждавшись открыто. Или я не прав? Слушай, Владимир, ну, во-первых, ты не упомянул Белоруссию. То есть, я не знаю, она находится в этих странах, которые могут занести удары. Или Лукашенко так сильно руки не заломит за спину? Я думаю, нет. Я думаю, Белоруссия, в следующую войну перебор. А вот какие-нибудь палестинцы и сирийские террористы вполне. Значит, смотри, я бы сделал шаг назад. Для меня вообще выступление Путина и это заявление, это в некоторой степени шаг отчаяния такой. В общем, меня это поразило, потому что они думают, что они выглядят очень мощно и очень сильно. И они надувают щеки и похоже на раздувшуюся такую огромную жабу. Но на самом деле, если ты на это смотришь, ну, без инъекции адреналина от первого канала, то, на самом деле, ты это видишь иначе. То есть, скорее всего, меня поразила эта мантра, которую он постоянно... Ну, он и раньше говорил, но здесь он и просто педалировал. Говорит, перестаньте поставлять оружие Украине, и война закончится за 3-3 недели. Ну, это хороший тренд. Давай будем точнее. США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через 2-3 месяца. Тут, кстати, в последний раз США перестали вставить оружие на полгода, и конфликт выдал. Это тоже хорошее замечание, но в целом, конечно, это абсолютно абсурдное заявление, которое рассчитано только на людей, у которых уже пропаганда, психоз и террор отбили всякую способность некому самостоятельному мышлению, которое просто существует в режиме эхо. Ну, что услышали, на то и отвечают. Потому что совершенно очевидно, что если бы Украина не получила поддержки Запада, если бы она не получила поддержки Запада, наверное, война бы давно закончилась. Это, да, неизбежно. Но именно то, что Украина... Да, она бы стала партизанской, но это уже была бы другая война. Но в том-то и дело, что Украина получила поддержку Запада, второе, что Украина продемонстрировала способность использовать эту поддержку с максимальной эффективностью, потому что поддержка маленькая, а эффект гораздо большая. И что в этом-то вся и проблема, что это ничего не было просчитано. Это ничего не было просчитано, то есть эффект войны не был просчитан, эффект коалиции не был просчитан, готовность Запада упереться рогом не была просчитана, способность западного общественного мнения сплотиться и создать даже вот такой уровень, да, они идеальны, да. То есть все это не было просчитано. И вот он продолжает, действительно, с каким-то упорством человека, с атеросклерозом. Атеросклерозом мысли, идеология повторяет, ну вот если бы Хритов не помогали, то мы бы давно были победителями. Вообще это было бы классно. Если я представляю, у нас там, кого был бой Усика Эфтери, и правильно к фамилии напомни мне, это был бы там, кто был бы, но представь себе, он говорит, ну вообще, ребята, но если бы его на ринг выпустили связанным, вот лучше в наручниках, за спиной, я бы все закончил просто в первом раунде. Лучше бы он не пришел. Да, а лучше тогда бы засчитали технический дефонт. Ну, то есть это выглядит, выглядит это как такое жалтое брюзание, честно говоря, потому что так не дерутся, и так не воюют. Уже ввязали с драку, уже объявили, что это война с западом, объявили, что это война цивилизационная, что это война с сатанизмом, либерализмом. Ты сейчас дословно цитируешь покойного пригожи. Да, так тогда уже и дерутся. Так не воюют. Да, так не воюют, уже ввязали с драку, дерутся, уже нечего плакать тогда, что там вам оружие дали. А вы что рассчитывали? Что с вами играть будут? Ну так, слушайте, ну уже назывался груздем, дальше полезая известно куда. То есть это вот первое такое замечание, что вот эти красивые слова на самом деле воспринимаются как жалкие. То есть на самом деле, если бы я был настоящим русским националистом, я бы сказал, что это позор. Вот такое сетование, такое брюзжание, это позор. То есть ссылаться на то, что ты объявил войну Западу, а он как бы отказался просто как бы снять штаны и повернулся к тебе спиной, а вот без этого я победить не могу. Ну это смешно. А он ее не пришел, но кое-что придет. Теперь второй вопрос. Второе, что я вижу, что при всем при том, они с этой Харьковской операцией, слушай, у меня есть любимый фильм, ты его знаешь, ты знаешь, что я его могу пересматривать бесконечно, считая самым гениальным политическим фильмом 90-х, это «Хвост беляет собакой», ну или как бы в «Русской», это версия «Плутовство», в «Русском прокате». И там Де Ниро, он когда отмазывается, в конечном счете, от церушников, которые пытаются его арестовать, он говорит, ну, слушайте, «Де Ниро, это нормально прошло, как бы они хорошие ребята, просто они никогда ничего до конца не додумывают». То есть они все нормально, но просто они никогда не додумывают до конца. Вот, понимаешь, то, что вообще происходит сейчас вот с Кривлевскими, то они ребята хорошие на самом деле, и в общем, не дураки, конечно, но они как бы что ни делают, все не додумывают до конца. И когда, в общем, открыл этот новый Харьковский фронт, и там трудно сказать, какая была цель, то ли оттянуть войска, то ли действительно взять Харьков, то ли создать санитарную зону, то ли вообще просто напугать ежик чем-нибудь, скорее всего, последнее, а может быть все вместе сразу, они как бы не додумали до конца. То есть, ну, расчет был вначале на этих неожиданностей и на нормальный такой украинский бардак, а он пришли везде, потому что... ...бить убийство России, суть по всему. Да, и вот на этот самый запрет на убийство территории России, что мы как бы сейчас вот в этом положении из-под пешка, вот благо, что с Харьковского такая ситуация, что это все находится рядом с русской границей, то есть фактически, ну, значительную часть ударов можно наносить, вот как наносят удары босики в подвороте, на самом деле. То есть ты как бы наносишь удары из ситуации безопасности, потому что, ну, собственно, украинского оружия сейчас мало по понятным причинам, оно как бы в основном западное, а если западным бить туда нельзя, а стреляют именно оттуда, то возникает ли украинцев абсолютно абсурдная ситуация, когда им говорят, ну, ребят, оружия нет, но вы держитесь. И вот в чем, что они не додумали, что вот эта ситуация, она была абсурдной все два года. То есть вообще вот этот запрет использовали оружие по канонической территории России, он вот в этих условиях, когда идет, на самом деле, самая масштабная война со времен Второй мировой в Европе, и тут как бы какие-то вот эти буржуатные условности, это все уже смешно, но раньше, чем ты поставишь людей перед зеркалом, они вот эту всю смехотворность ситуации, вообще ничтожность этих западов, это вы не поймете. И они сами спровоцировали, по сути, потому что они поставили Запад перед зеркалом, то есть они поставили Запад перед ситуацией, когда вот этот вот стратегический план Запада вынудить обе стороны, обестроив, наконец сказать, что все уперли с рогом, давайте договариваться, он может рухнуть, потому что Западу нельзя допускать, как бы, чтобы баланс... То есть они обещали с самого начала, мы не допустим поражение Украины. Поражение Украины, совершенно верно. То есть, и вдруг Путин вот таким вот способом как бы пытается нарушить вот эту игру, которая идет последний на самом деле год, то есть начиная с провала. Вот концепция такого анекдоти поменялась, начиная с провала наступления Украины летнего прошлого года. То есть эта концепция идет на выдавливание и Москвы, и России к тому, чтобы заморозить конфликт. То есть там все понимают, что его исчерпать нельзя, пока же Путин, но все считают, что если нельзя держать Путина в холодильнике, то может этот конфликт положить в холодильник. Нельзя. Право-неправо сейчас не обсуждают. Нельзя доехать до финишной линии, но можно приехать в тупик. Да, да. И вдруг Путин вот этим своим шагом, который имел как всегда у Путина такой тактический характер, ну и заодно попробовать, а вдруг повезет, это вдруг вот так вот с кондачка и Харьков тут еще возьмем и кота и сидим. Он их ставит перед ситуацией, когда их план рушится, он думает, что вот это, а дальше вот это очень смешно, что Запад можно взять на истук. Это глубокая убежденность в том, что Запад можно взять на истук, что там на самом деле живут давно ленивые коты, которые ни на что не способны, их можно напугать. Запад в результате понимает в этот момент, что либо сейчас, либо никогда, либо вся агропортица действительно фронт сыпется, фронт сыпется, и они дают, дают они на самом деле все очень дозировано, как всегда. То есть они по сути на самом деле там же куча ограничений, понятно, что они дали именно разрешение бить по этой 30-килитровой зоне, то есть не дать возможность развивать это Харьковское сейчас наступление реально. И оно заклебнуло, мы увидим, что оно заклебывается уже. То есть в этой ситуации опять все возвращается в статус-код, там полуторамесячная давность, когда все это стоит. То есть по сути Путин своими собственными действиями продвинул конфликт на следующую ступень, когда там дальше уже как бы данное слово назад не возьмется. То есть реально они с неким практическим шагом, вот этим вот наступлением и вот этой манерой ведения войны через вот эти вот бомбы, которые они сбрасывают в российской территории планирующие, они сами подвели Запад к этому решению. Подвели к этому решению и тут уже знали, что это может привести к такому серьезному стратегическому провалу. И пришли к тому, что пошли сейчас удары по российским вот этим станциям снижения. Это уже серьезная вещь. Это, честно говоря, серьезная вещь, потому что оно произошло случайно, это произошло не случайно, каким-то оружием удали, никаким участвовали, американцы не участвовали. Объективный результат прорытый дырак для удара Каннского флота, который базируется в Средиземном море. И стратегическая уязвимость России на самом деле в итоге всех этих 200, условно говоря, за последние три месяца стратегическая уязвимость России возросла. истеричная реакция. Ближе секунду к конференции Путина. А вот теперь истеричная реакция, потому что он пытается дать понять, что он может найти асимметричный ответ. Он пытается найти асимметричный ответ. Кстати, а почему она асимметрична? Если все так ужасно, если это прямое объявление войны, ну так ударьте, как Караганов предлагает по центру принятия решения, что ж вы трусите? То есть, смотри, вот слова громкие звучат гулко внутри пустота. Если это прямое объявление войны России, как вы это говорите, он прямо это говорит, но мы будем искать асимметричное решение. Вот тебе не кажется, что здесь противоречие? Если это прямое объявление войны России. Это решение весьма асимметричное. Асимметричное в нем нет. Вы слышали, что Лапа дает оружие Украине, которая воюет с Россией, а мы дадим оружие странам, которые воюют с Западом. По-моему, симметричное, я думаю. Допустим, но опять подчеркиваю, он говорит в своей речи, что это прямая агрессия против России. То есть, он противоречится в себе. Все-таки Запад просто дает оружие Украине, и тогда он пока не воюет прямо с Россией, и тогда ответ, как ты говоришь, симметричный, или Запад уже воюет с Россией, но мы не решаемся вступать в прямую конфронтацию с Западом, и тогда этот ответ действительно асимметричный. Вот тогда непонятно, почему, если Запад напрямую с нами воюет, то мы с ним в кривую должны воевать. Вот слушай, я просто таким журналистом становлюсь. Понимаешь, правильно, действительно, дух пригожен во всех нас целяется. Ну, то есть, либо с нами прямо воюют, и мы тогда тоже прямо отвечаем, либо с нами прямо не воюют, а криво воюют, и мы криво отвечаем. Ну, тут что-то одно и двух, тут у него логически не вяжется, хотя кого-то сейчас волнует. Давай дальше. Зеленский нейтралитет. Я буду тебя перебивать, потому что это короткий специальный Зеленский нейтралитет. Путин заявил о том, что Зеленского еще надо наконец доубрать от власти, на это уйдет еще год, потому что год его еще попользуют, а потом смеют на других людей, которые уже западным готовятся, и с ними и договоримся. Через год, соответственно, он прям срок посчитал, весна 25-го года, а до этого времени еще люди будут умирать, а нам-то всего лишь нужен нейтралитет Украины. Это просто болтовня, или это какой-то план его? То есть, я не через обсуждаю, правда ли он думает, правда ли, что Запад готовится менять Зеленского, но еще год его попользует, это я не хочу, наверное, обсуждать, только если ты захочешь. Но правда... Это моделирование ситуации. Нет, это моделирование ситуации, и они на самом деле, мы это обсуждали с тобой. У него действительно такая ситуация, при которой вот второй раз со времен этой войны у него наступает ситуация, когда ему надо либо продвигаться куда-то вглубь переформатирования вообще всей жизни российского общества с непонятными последствиями, это гамлетовский вопрос, потому что он в принципе готов, но он не понимает, что там будет, это его страшит, либо все-таки ставить это на паузу какую-то. Вот первый раз такая ситуация у него была в марте-апреле 22-го года, когда стало понятно, что близкрик точно не состоится, и надо тогда перестраивать всю жизнь общества на каких-то началах, которые, в конечном счете, привели к сентябрьской мобилизации. И он тогда был готов в Стамбуле договариваться. То есть это было первое окно возможностей, по крайней мере, с его стороны. Вот сейчас у него на самом деле точно такая же ситуация, когда либо он должен отказываться от концепции два мира, две войны, то есть когда часть общества находится в состоянии мобилизованном и воюет, а часть общества с грузовой там парится в Уфе, и они сосуществуют как бы в одном флаконе. Ему надо от этого уходить, и тогда действительно всех переводить. Вот, музову оденут реально цвета хаки, и будет она в кирсовых ботинках. Ну, менее привлекательно, конечно, я должен сказать, все-таки, объективно говоря. Кому как? Ну, мне кажется, что менее, да, но на вкус и цвет, понятно, товарищей нет, вот ему надо на это решаться, это опять требует от него, ну, определенно, он решится, на самом деле, он решится, но это все равно тяжело, потому что ты никогда не знаешь, вот этот переход, это ступенька, или это уже прыжок-пропасть, понимаешь, ты это поймешь, когда переступишь, поэтому вот сейчас есть одно возможности, ему хотелось бы через него переступить, и поэтому они моделируют ситуацию, и они моделируют ситуацию таким образом, что они понимают, что Зеленский, ну, не тот человек, который может себе позволить эту паузу сделать, что сейчас асимметрия, поэтому они выдают желаемое за действительное, то есть не считают, ну, наверное, как бы, если мы с Западом договоримся, а Зеленский будет единственным препятствием, то есть вот читай, то мы надеемся, что Запад найдет способ его убрать, но в этом есть еще такое детское представление о том, что у Путина же вообще мышление, оно такое абсолютно искренне великодержавное, то есть он на самом деле считает, что нет никакой субъектности ни у кого, кроме Байдена, ну, или там Трампа, если он придет после, то есть он считает, что все союзники, все, все это ерунда, вот у них нет субъектности, субъектность есть у одного центра принятия решений, это в Вашингтоне, что Вашингтон примет, то остальные сделают, поэтому он не допускает, что Украина может быть самостоятельной игрой, это колоссальная ошибка, потому что Украина есть самостоятельная игра, и она может, слушай, даже я должен сказать, что как-то не противно сегодня признавать современные историографии, и видит Бог, я не сторонник украинских националистов, и совершали они преступления в годы войны против человечества, выше всякой крыши, и сколько там было евреев, поляков, и всех остальных уничтожено, то тоже часть истории, но объективно говоря, они во время войны попеременно сражались и с русскими, и с немцами, и в этом была особенность, понимаешь, потому что они сражались за себя, это была тоже часть этой сложной картины мира, поэтому это типичная московитянская ошибка, не видеть в Украине никакой субъектности, и считать, что Зеленского заменят, дальше, вот тут очень важно то, что ты сказал здесь, это вот этот проговор о нейтралитете, это очень серьезный такой пункт, потому что вот если концепция нейтралитета, это вместо десатанизации, демилитаризации и десатанизации, то, что я так понимаю, в Стамбуле создали, то, что там ключевой вопрос в не в нейтралитете, вот ключевой вопрос абсолютно не в нейтралитете, стамбульская концепция предполагала демилитаризацию разоружения Украины, типа разденься и встань передо мной, я вся твоя, но я тебя не буду трогать, вот сегодня, сегодня это утопическое условие, на которое никто не пойдет, поэтому если под нейтралитетом понимать внеблоковый статус Украины, каким он был, но при этом понимать, что Украина будет одной из сильнейших армий Европы, которую будет получать, да, не будучи членом НАТО, то есть разница будет только в чем вы, что предлагал Байден, говоря о том, что он будет поддерживать Украину, видел поддержку Украины, но он совершенно не понимает, почему поддержка должна быть. Я уверен, что где-то там, где-то там в небесах, которые нам недоступны, через свои каналы сегодня интенсивнее всего общаются два человека, это Берас и Нарышкин. И я думаю, что озвучиваются вот те концепты, которые эти два парня гоняют между собой, как бильярдный шарик. Ну, где-то там еще есть. А про это не на пустом месте, это реально попытка моделировать и попытка каким-то образом преломить в публичном пространстве часть тех разговоров, которые ведутся на уровне всевозможных посредников контакта с Минслужбом между Россией и США сегодня. Последний вопрос с моей стороны, он не только глупый, возможно, но мнение твое интересно. Заявление Путина о том, что потери Украины невисполнимы в отношении к России это пять к одному звучит немножко абсурдно, потому что все-таки пять к одному даже положить, что Украина несет тяжелые потери, и они тяжелее, чем российские, все-таки пять к одному это немножко безумие. И скрыть такое просто невозможно. Соответственно, понимая, что это неправда, Путин эти цифры называет, потому что он просто хочет врать журналистам и продавливать даже самые абсурдные фейки, такой трамповский вариант, где он никогда ни шагу назад, даже если поймали, врать дальше до конца. Или он живет в Катерине Мира, где это то, что ему реально докладывают, что вот война идет так плохо, потому что последнего украинца, потому что вот у нас потери пятая часть, тихо, но они все еще прокажутся. Слушай, вот я тебе отвечу двояко, и то, и другое. То есть, даже если бы он знал правду, он все равно абсолютно легко и непринужденно говорит бы то же самое. То есть, вообще, Путин, он патологический лжец. Причем, лжец, по-моему, Довлатова был герой, который лгал даже на вопрос, который сейчас час. То есть, не потому, что в этом есть какой-то практический смысл, а потому, что это уже такая природа, он, в принципе, не способен, уже физиологически не способен говорить то, что он думает. И это, на самом деле, это характерологическая черта. Это характерологическая черта, я не уверен, что это профессиональное, как многие говорят, ну, такой разведчик, нет. Я думаю, что это что-то такое личностное. Я его, честно говоря, вот как увидел, я до 2000 года вообще как-то не очень за ним следил. Я знал, что там что-то такое есть, но, вот честно говоря, я далек был от этих интриг, даже со Скуратов совсем. Но когда вот увидел, я его действительно назвал Тартьюхом. И эта вот характеристика, она для меня 20 лет не меняется. Но я скажу, что в этом случае, я абсолютно убежден в том, что он даже как бы и не врет. Потому что на самом деле вот в этой части это это часть вообще русской государственной традиции. Потому что здесь ему действительно отфильтровывают и подают информацию. ты правильно сказал, вот под этим углом зрения, что нам не повезло, потому что оболванили народ и просто уничтожают украинцев, что они просто не понимают это наркоманы. Там очень важный еще момент, что все наркоманы. Ну, потому что не могут люди просто так идти и умирать за непонятные ему ценности. Значит, обкурились. Это тоже еще все будет. Я думаю, что он верит в этот момент. я хотел бы еще вернуться все-таки к самому ключевому. Вот при всем при том, при всей важности ключевой вопрос это по поводу асимметричных ударов. Тут, понимаешь, есть один важный момент, что на самом деле при всем при том ситуация очень опасная и грустная. Потому что с моей точки зрения пока-пока все подтверждает то самое негативное ощущение от происходящего, которое и у тебя и у меня возникло буквально в первые дни после начала этой агрессии. Что хорошего, хорошего выхода, который бы более-менее устроил бы их всех из этой ситуации вопрос не снаществует. Потому что проблема состоит не в том, что он эти слова произносит. Проблема состоит в том, что ты, если что-то произнес, ты должен соответствовать. Потому что если ты сказал и не сделал, то это соответственно в следующий раз будет воспринято как волки-волки. И он это понимает. То есть вопрос состоит в том, что если повисло в воздухе как голая фраза, ну типа мы будем поставить оружие. Какое оружие? Они сейчас его поставляют во все эти точки, которые ты назвал. Как мы видим из расследований в Нью-Йорк Таймсе или просто я не помню, они давали информацию, разведданные КамАЗу, они дают оружие Ирану, они дают оружие Йемену, они дают... Ну какое оружие? Они пока дают нетехнологичное оружие, они дают вот все эти автоматы калашников, всякая прочая ерунда, то есть вещи простые. То есть вопрос состоит в том, что что будет дальше? То есть дальше они должны переходить на уровень противостояния, кстати, ничего нового. Ну типа вьетнамской корейской войны. То есть они должны грубо говоря, правда не могу понять откуда они их возьмут, потому что российское ПВО сейчас не хватает реально чтобы стратегические направления. Ну допустим они Йемену начнут поставлять С-300, да? То есть они начнут поставлять эти там Х-59 свои гиперзвуковые ракеты Йемену поставят. Ну так, чтобы это было чувствительно. То есть такое оружие во-первых нельзя поставить без тех же инструкторов. Это значит, что база за пределы Сирии пойдут русские расчеты. так, но как бы у американцев же тоже, как мы видели по Дэрэш, там где Вагнеры снимились с лица земли, у них же на лбу тоже не написано панцифист. То есть если их этим оружием будут оттуда начинать накрывать, то соответственно они будут не по-детски накрывать те территории. И кстати это будет красивое подтверждение тому во что вернется технологическая война. Теперь дальше. Если там вдруг выяснится, что все наши валеные ковры ЦПО там просто срываются с лица земли, ну это будет такая потеря лица, надо будет отвечать еще о чем. То есть с моей точки зрения при съем пустословия этого заявления оно вводит нас в глубину вот того глобального конфликта, который способен взорвать на самом деле международные отношения не по-детски и мы переходим на совершенно другой уровень конфликта. В этом проблема. Мы слушали трансляцию стрима с участием Владимира и Бориса Пастуховых на канале Пастуховская кухня. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Завершит ее авторское исполнение шведского национального гимна Дугамла Дуфрия вслед за прошедшим вчера 6 июня шведским национальным праздником Национальным Днем Швеции. Напомню, что Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, Саундклауд, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok